В сентябре 1911 года Николай Семенович Зеленков на Большой Саратовской улице купил у купца Дорофеева часть усады под новое строительство и заказал проект доходного дома, популярного в то время с имбирскому архитектору Федору Осиповичу Левчаку. В городе этот дом был одним из первых построенных специально для кинотеатра. Строительство здания началось весной 1912 года. И в основном завершилось с концу осени того же года. При возведении трехэтажного кирпичного здания применили новейшие строительные технологии того времени, что за бетонное перекрытие нестольную арматуру. Помещение первого этажа с большими окнами-ветринами и отдельными входами, один из которых Мелкинотеатр, предназначались для торговых заведений. А два верхних этажа занимало фойе и зрительный зал кинотеатра. В подвале было предусмотрено котельное паровое отопление, а в пристройке автономная электростанция. Уже в декабре 1912 года появились первые арендаторы. Модный голодерейный магазин Галиева, фруктовый братьев Оведовых. Здесь же размещались однажды множественных лет, были иностранного производства. Но на виду с ними можно было увидеть и настоящие отечественные шедевры. Ревизор, отец Сергий, Анна Каренина и другие, производимые с 1099 года на московской киностудии Анжонкова. Неизменным успехом пользовалась картина «Стенка рази». Девушки отдыхают «Стенка рази».